Хотите узнать, как на самом деле развить нейромышечную связь, так называемую ментальную связь мозг-мышца? Если хотите, смотрите данный ролик, чтобы зря не тратить свои силы и время впустую, чтобы каждая затраченная минута отзывалась вам поистине хорошим, впечатляющим результатом. Физкульт-привет, друзья и ученики! Да, несмотря на то, что в пабликах, на ютюб-канале, а скорее всего именно из-за этого, очень много информации о том, как развить эту мифическую связь мозг-мышца, я вынужден в очередной раз говорить на данную тему. Ибо пока не встретил нигде ни одного правильного совета на данную тему, что показывает, что люди, дающие эти бесполезные советы, бесполезные именно с точки зрения развития связи мозг-мышца, ничего не смыслят в том, что советуют, и просто в очередной раз пересказывают мифы и ересь друг друга. Печально, но факт. Не соображают, потому что не хочется верить в то, что они не могут или намеренно вводят нас в заблуждение. А значит, не разбирались и даже не задумывались над данным вопросом. Недавно я уже показывал, разбирал ролик про базовые упражнения от одного развивающегося и довольно успешного канала. Сегодня процитирую их высказывания о том, как, по их мнению, нарабатывается связь мозг-мышца. И покажу, что это полная чушь. Точнее, не процитирую, а дам им возможность высказаться самостоятельно. Нет, друзья, не спешите обвинять меня в предвзятости к данному каналу, ибо это не так. У ребят много полезной информации в роликах, но в связи с тем, что берется она из сети, естественно, подается она как промахи. Просто наберите в поисковике данную тему, почитайте первые 4-5, а то и 10 сайтов, и вы увидите, что информация реально одинаковая. Просто подается под разным соусом. Но самое главное, что она неверная. Лучший пример выражения. Один дурак сказал, другие повторили. Начнем вникать в суть вопроса. Я постараюсь максимально простым языком рассказать сложные вещи. Итак, для того, чтобы мышца заработала, необходим сигнал. Импульс, который приходит к ней по нервному волокну. А сигнал посылает, естественно, наш мозг. Мы с вами прекрасно знаем, что мышцы наши состоят из мышечных волокон. Так вот, к каждому мышечному волокну идут сигналы. Как ток по проводу. По двигательному нерву. Каждый двигательный нерв иннервирует, другими словами, посылает импульсы, различному числу мышечных волокон. Это называется двигательной единицей. То есть, когда мозг через двигательный нерв посылает сигнал, то происходит активация всех мышечных волокон, подключенных к нему. Еще раз, двигательная единица. Это группа мышечных волокон, иннервируемых одним мотонейроном. Как вы понимаете, каждая мышца состоит из разного числа двигательных единиц. Но главное, что их в ней много. И степень включения или не включения двигательных единиц в работу регулируется мозгом и зависит от тяжести выполняемой работы. Чем слабее работа, нагрузка, тем меньше двигательных единиц подключится к работе. Но по мере возрастания, к примеру, веса на штанге, будет подключаться большее количество двигательных единиц, что в свою очередь увеличит силу работающей мышцы. Частота возбуждения в двигательном нерве или мотонейроне также будет изменять активность работающей мышцы. Это все потому, что не только мозг посылает сигналы мышцы, но и мышца посылает ответный сигнал мозгу. Давайте еще раз для полного понимания и закрепления. Функционально мышца состоит из двигательных единиц. Это группа мышечных волокон, которая активизируется одним мотонейроном. Работая как единое целое, по принципу «все» или «ничего». Сила, развиваемая мышцей, зависит от количества числа включенных в работу двигательных единиц, количество которых, в свою очередь, зависит от степени тяжести самой работы прилагаемой мышцей. В мышце имеется мышечное веретено, которое отслеживает степень растяжения мышцы, посылая об этом информацию обратно в мозг. Существует два типа двигательных единиц. Все верно, друзья, быстрые и медленные. Первые иннервируются крупными мотонейронами и способны развивать большую силу, но быстро утомляются. Медленные двигательные единицы, в свою очередь, активизируются мелкими мотонейронами и способны поддерживать длительную активность тонического тиври. Вот тот минимум информации, который необходим нам с вами знать, понимать, чтобы вникать в суть данного вопроса и начинать разбирать тот бред, который вливают в наши уши различные гуру. Ниже будет анализироваться текст от нашей с вами любимой компании, подразумевает, что именно так нужно нарабатывать связь мозг-мышца. Их текст они будут говорить сами. Я же буду просто комментировать. Умение чувствовать свои мышцы обуславливается качеством нейромышечной связи. Иначе говоря, чем лучше наш мозг связан с нашими мышцами, тем лучше мы можем ими управлять, а значит и чувствовать. С этим не поспоришь. Итак, как же нам с вами как можно скорее наладить качество этой связи? Во-первых, необходимо выполнять любое упражнение технически верно. Это первая ступень для достижения результата. Для этого придется очень длительное время работать с умеренными весами. Это необходимо для того, чтобы вы могли полностью сконцентрироваться на рабочих мышцах и не думать о том, как бы не умереть под придавившей вас штангой. С этим тоже не поспоришь. Но это не имеет ничего общего с наработкой нейромышечной связи. Все, что сказано выше, относится к наработке техники, чтобы появилось умение и закрепился навык. Причем в сложно-коррадиационных движениях это нужно поддерживать постоянно. Что же касается связи мозг-мышц, то изучив информацию, которую я привел выше, вы уже сами понимаете, что работая с умеренными весами, вы сможете задействовать очень малое количество двигательных единиц. Получается, совет не то, что не работает. Он в корне неверен. И поступать необходимо совершенно противоположным образом. Вес отягощения должен быть максимальным на 8-12 повторений, чтобы успело включиться в работу максимальное возможное количество двигательных единиц. Не просто успело, а было вынуждено подключиться к работе. Совет совершенно глупый. Ясно, что ребята не просто вычитали информацию из интернета, но туда же ее и залили, не заботясь о правильности и достоверности самой информации. То, что говорится в данном совете, показывает, что понимания о грамотном тренинге у спортсайенс отсутствует полностью. Ибо советовать начинать с отработки техники для наработки связи просто смешно и глупо. Новичок после того, как будет уверен в своей технике, просто обязан работать над базовыми упражнениями. Конкретно с целью построения именно силового фундамента. Только такой подход будет заставлять мозг относиться серьезно к проделываемой работе, включая в работу максимально возможное и необходимое количество двигательных единиц. Работая с умеренными весами, вы будете включать в работу умеренное количество мышечных волокон. Так как стресс от такой работы не требует серьезного отношения к нему со стороны мозга и центральной нервной системы. Он хорошо подходит для работы на окислительные мышечные волокна. Но и здесь, если ментально не концентрироваться на работе, то и включаться в нее будет меньшее количество двигательных единиц. Как вы думаете, что лучше для бицепса в плане работы на нейромышечную связь? Подъем штанги на бицепс, концентрированные сгибания или подтягивания обратным хватом? Если вы считаете, что концентрированные сгибания, то вы ошибаетесь и находитесь под колпаком ереси и иллюзий. Нет, это будет третьим упражнением в данном списке. И то задействовать оно будет минимальное количество двигательных единиц. Так как вес гантели, с которым вы сможете работать, не сопоставим с весом штанги при подъемах на бицепс. И оба эти упражнения уступают подтягиваниям. Особенно с дополнительным весом, при котором будет подключаться к работе максимальное количество двигательных единиц. Мышца никогда не показывает 100% потенциала своей силы. Иначе происходили бы постоянные разрывы, отрывы самой мышцы. При этом страдали бы даже сухожилия и кости. Не говоря уже о связках. Но от нас зависит, насколько максимально серьезно мозг воспримет ту или иную работу. Здесь уже играет ментальное умение настроить себя на нее. Что и делали всегда лучшие атлеты во всех видах спорта. Также рекомендуется вне зала делать движения без нагрузки, которые имитируют движения при выполнении упражнения. Это действительно полезно. Но не для связи мозг-мышца, а именно для идеальной техники. Во время этого необходимо максимально концентрироваться на мышцах, которые должны работать в этом упражнении. Необходимо выполнять эти практики на постоянной основе. Желательно перед сном или ближе. Результаты исследования говорят о том, что это время наиболее благоприятно для того, чтобы наш мозг создал новые связи для ускорения собственной работы и повышения производительности. Не знаю, о каких исследованиях идет речь и ссылки не даются. Но точно знаю, что время перед сном – лучшее время для растяжки всех мышц. Для того, чтобы избежать крепатуры и укорачивания мышц. Что обязательно приведет к травме в последующем, если игнорировать растяжку. Исходя из всего вышесказанного, становится очевидным, что нарабатывать нейромышечную связь необходимо преимущественно базовыми движениями на 6-8 повторений. Постепенно с ростом стажа и опыта доводить количество повторений до 12. Не в отказ. Но так, чтобы последнее повторение было реально последним. К примеру, если ваша цель сегодня – одолеть в приседаниях 6 повторений, вес необходимо подобрать такой, чтобы вы сделали эти 6 повторений. Но при желании выполнить седьмое, вас бы просто задавило при вставании из седа. Выполнение движения должно быть мощным и взрывным в позитивной фазе. И подчеркнуто медленным в негативной. Ментальная концентрация на упражнении должна быть такой, как будто от этого зависит ваша жизнь. Ментальный настрой также требует времени и отработки. Вы должны еще до начала тренировки и до самого подхода вы должны уже были сделать его в своих мыслях. О чем постоянно говорил и Арнольд, и Дориан, да и многие другие атлеты. Не только силовых видов спорта. Значительно будет помогать аутотренинг, медитация. Выполнение упражнений на 5-3 повторения будет подключать к работе больше быстрых двигательных единиц. Работая в режиме статодинамики, мы будем задействовать преимущественно медленные двигательные единицы. Так, что необходимость и обоснованность периодизации получает и здесь свое обоснование. Но принцип остается неизменным. Чем больше вес поднимаемого отягощения, тем больше двигательных единиц будет привлекаться к работе. Но, естественно, ребята, думайте всегда о технике. Не стоит бездумно работать с неподъемными для вас отягощениями. Только так вы сможете максимально качественно научиться подключать к работе максимальное количество мышечных волокон и двигательных единиц. Отдел мозга, отвечающий за нейромышечную связь, называется двигательным центром. Это командный пункт, от которого идут сигналы по сменному мозгу. И дальше. Многие опытные спортсмены выходят на такой уровень мастерства, что могут отключать все другие участки головного мозга. Сосредотачиваясь целиком и полностью, исключительно на двигательном центре. Думаю, не нужно говорить, насколько это повышает качество сигналов, бегущих по нервам. Как по проводам. Которые, кстати, тоже имеют свою изоляцию в виде оболочек. А качество сигнала, естественно, повышает и качество работы мышц. Вот почему важно иметь тренировочный дневник и план работы на каждую тренировку. Чем успешно пользуются тяжелоатлеты и пауэрлифтеры. И зачастую пренебрегают бодибилдеры. Вот почему я всегда рекомендую и настаиваю при работе со своими учениками на том, чтобы были отключены все контакты с внешним миром на тренировке. Никаких сотовых телефонов. Иначе мозг будет активировать много других участков, отвечающих за то или иное действие. Что будет разрушать ауру медитации на самой тренировке. Входя в тренажерный зал, представляйте, что вы входите в храм, где все внешнее остается за стенами. И вы погружаетесь в иной мир. Мир железа и тяжелых тренировок. Только так вы будете получать по максимуму отдачу от своих тренировок. Особенно направленных на проработку. В деле ментальной концентрации и получении максимального результата важна каждая мелочь. От цвета стен в самом помещении до музыки, которая играет. Я обратил внимание, когда только переехал в Америку, что во всех залах музыка звучит еле слышным фоном. Люди, кто хочет получать положительный заряд от любимой музыки, слушают ее в наушниках. И это правильно. Лично я предпочитаю залы, которые похожи на подвальные качалки. Не в плане грязи, а в плане духа, атмосферы, витающей в воздухе. Как магической субстанции, которой вы дышите и наполняетесь. В таких залах мало случайных людей. И, к сожалению, сетевые залы уже потеряли эту фишку. Даже всеми любимый бренд Gold Gym превратился в обычный сетевой зал, в котором люди сидят на тренажере, смотря в свои смартфоны. Не забываем, что нейромышечная связь – это не только посыл импульсов от двигательного центра к мышцам, но и от мышцы к двигательному центру обратно. О чем многие даже не задумываются. Вот еще один фактор того, что если вы работаете с несерьезными отягощениями, то вам не получится никакими ухищрениями обмануть свой мозг, как бы ментально вы не концентрировались. Так как мышцы сами пошлют ему сигнал о степени серьезности выполняемой вами работы, или несерьезности. И о необходимом количестве двигательных единиц, которые нужно включить в данную конкретную работу. Все это касалось тренировочного процесса и его воздействия на нейромышечную связь. Ниже я расскажу вам еще некоторые интересные вещи, о которых нужно знать, чтобы нейромышечная связь работала по максимуму и не давала сбоев. Не буду вас грузить за умными терминами и схемами. Выше я уже говорил о том, что нервы имеют оболочки, которые могут повреждаться, утолщаться и наоборот. Так вот, чем качественнее оболочка нерва, как изоляция кабеля, тем качественнее будет передаваемый сигнал. Мощнее и быстрее доставляться к мышцам. И что не менее важно, от мышц обратно к мозгу. На качество изоляции влияют различные факторы. От стрессов и переживаний до неполноценного питания. Плюс недостаток сна и восстановления, также негативно будет влиять на оболочку нерва. Уверен, вы понимаете важность полноценного питания и восстановления. Именно от ваших возможностей в питании и восстановлении и стоит в первую очередь отталкиваться при составлении тренировочных программ и нагрузок. Сон – это лучший и самый надежный способ перезагрузить наши мозги. Если вы недостаточно спите ночью, это гарантированно снижает ваши силовые возможности и понижает уровни собственного тестостерона. Тренируйтесь, друзья, грамотно, с умом. И тогда будете получать не только результат в виде сильного тела для мужчин и красивого для женщин, но и положительный заряд бодрости и жизненной энергии. Друзья, не пропустите! Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступаю в мою закрытую группу. Профессиональных тренировок на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз-таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью, целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok